Сейчас мы проведем консультацию как для наших потенциальных пациентов, так и для нашей пациентки, которая пришла к нам на первичный прием. Пациентка высказывала определенные свои пожелания по форме носа, а теперь моя часть работы, когда я клинически оцениваю состояние носа, и с пациенткой предлагаем и обсуждаем, какие возможные варианты формы носа у нее будут после операции. Пациентка обратилась к нам с жалобами на то, что есть горбинка в области носа и нарушение носового дыхания. Трав не было, либо пациентка не помнит. Что я вижу? Я вижу тонкую кожу для нас в прогнозе. Это очень хорошее состояние ткани, потому что тонкая кожа всегда позволяет получить изящный нос, за счет того, что когда мы правильно выставляем хрящи, кожа тонкая, и все это как бы сохраняется, и все это видно. То есть это всегда плюс. В анфас я вижу скривление носовой перегородки, я вижу западение в области крыльных хрящей, кончик достаточно узковатый, я вижу в обухании, вот здесь как бы выпадение носового гребня, врачи меня поймут, я вижу сужение левого носового хода, это в анфас, в принципе в анфас состояние достаточно приличное, если уже можно употребить такое слово. В профиле мы видим горбину, причем горбина у нас костно-хрящевая. Горбина выражена как костном отделе, так и в хрящевом отделе. Это пирамида носа на своей кости и треугольным-четырехугольным хрящом. Мы видим пролоббирование медиальных ножек, мы видим пролоббирование дистального отдела перегородки. При пальпации я вижу вот перегородка прямо у меня под руками. Что бы мы пациентке предложили? Вот как мне кажется, что бы я бы хотела сделать данной пациентке? Ну, во-первых, нужно делать перегородку обязательно. Пациентка принесет результаты компьютерной термографии носа, но если пациент жалуется на нарушение носового вдыхания, мы автоматически можем предположить, что есть еще гипертрофия носовых раков, которая состояние улучшается после использования сосудосуживающих препаратов. Мы имеем искривленную перегородку. На компьютерной термографии будет видно, есть ли костный шип либо нет, степень девиации и состояние около носовых пазух, которые могут оказаться энергиологической находкой, и мы можем обнаружить какие-то заболевания, которых пациентка не знает, особенно если верхний челюстной синус прилежит к зубам. И бывает патология синуса от зубов и верхней челюсти. Так, если вернуться к нашему носу, в анфас, надо укоротить и убрать гребень носовой. Я бы сделала более круглый кончик за счет того, чтобы я бы либо сдублировала цифрическую порцию крыльного хвяща, который будет резицирован с оставшейся порцией. Мне кажется, достаточно тонкая спинка. В этом случае я бы не использовала методику, сохраняющую ринопластику, потому что при этой методике спинка такая же тонкая и останется. После коррекции перегородки она встанет ровно по оси перегородка и такой деформации и сужения преддверия полости носа и крыла. В профиле мы убираем гордыну. Здесь вопрос дискутабельный остается. Либо мы делаем нос абсолютно прямым, греческим, либо делаем с небольшим занижением. Сейчас мы с пациенткой это еще раз обсудим. Можно сделать и такой вариант, и второй вариант. И вот этот вот прогиб, вот этот вот, его тоже можно устранить, его немножко надо приподнять. Во время разговора при улыбке концовой отдел носа двигается. Мы это тоже уберем за счет того, что мы разобщим мышцу, которая отвечает за работу верхней губы и кончика носа. Достаточно опора у кончика носа, видите, но нос сильно не опускается. Но тем не менее мы его стабилизируем, поскольку мы будем перетекать связки. Если мы не будем использовать сохраняющую генопластику, досок у вас будут открыты, то связочный опор будет где-то разрушен. Его надо обязательно стабилизировать. Мы его стабилизируем крещевым трансплакантом, которого мы возьмем из этой же кривой перегородки. Я надеюсь, что наш подход разделит наших пациентков. Спасибо.